Ну что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики, я могу назвать вам Амору, и сегодня поиграем такую увлекательную игру, как Майнкрафт, такую увлекательную игру, как Индастрия, ностальгия. С момента прошлой серии, я повторяюсь неоднократно, прошло гигантское количество времени. Во-первых, что я сделал? Я достроил замок, это первоначальное, то есть я сделал то, что хотел, то есть достроил замок, то есть, ну, он выглядит. Так как я его запланировал. Четыре башни, высокие стены, стены вы могли видеть в ускоренной переметке, как прошлой серии. Башни, они ничем не отличаются, в принципе, от остальных построек. Ну, ничего особенного, внутри каждого корпуса стоит под факелом, такие небольшие окошки, впоследствии я их, может быть, чем-нибудь завуалирую, ну, или поставлю какой-либо блок там. Следующее, что хотел показать, вот такие вот порота, небольшой выступ, чтобы я мог взлетать. Вы также можете заметить небольшое отличие от того, что я нахожусь, ну, замка находится и парит над тем местом, где в прошлый раз. Дело в том, что я говорил уже о том, что у меня проблемы с той картой, то есть у меня пропали там очень большое количество чанков. Из-за неизвестности его ошибки, то есть у меня полет за вылетом, и в итоге пропали чанки. Вот, и я пришел к выводу, то, что зачем переделывать карту, если можно просто взять и перенести. С помощью MC Edith я взял и перенес весь мой замок в другое место. Дальше, вы видите на панели быстрого доступа рюкзак копателей, рюкзак шахтера, они из модов Форестри. То есть, это говорит нужно, что прошли изменения в сборке. Во-первых, я удалил мод Орспавн, который добавлял всяких разных модов на хардкор, мобов на хардкор. Я понял то, что мне этот мод, в принципе, не нужен, и я от него отказался. Это до сих пор гигантское количество материи, которым мне делать некогда. Я сделал такие вот верстаки, сейчас я покажу, как они крафтятся. Вот. Давайте забежим в дом непосредственно. Тут у меня, в принципе, ничего не изменилось, кроме того, как... Просто, ну, небольшие такие столики. Ну, сундуки исчезли отсюда, и, может быть, поменялось расположение таблеток. Это всё потому, что, когда я переносил первый раз с МСИИДИТом весь замок, то есть он не перенёс сундуки. Получается, все мои вещи пропали. И поэтому он оставился в таком вот состоянии, которое вы видите. Ресурсы, которые у меня были, я заменил лук на лук, который зашивал таким вот чарой, и алмазный меч. То есть электроприла и электробур у меня до сих пор остались, я в основном использую. Дальше. Как я сделал вот такие вот сундуки? Ну, рабочие столы. Это обычный верстак, сундук и книжка. Крафт простой, и получается то, что... Можем сюда положить инструменты и выложить крафт. И получается то, что мы сможем узнать... Ну, допустим, сейчас давайте с крафтим. У меня хватает... Нет, у меня не хватает ресурсов, я хотел скафтить солнечную панель. Ну, после... Да. Ну, все-таки мы можем крафтить. Допустим, нажмем сейчас вот сюда вот, и получается то, что мы выучили... Мы... Как сказать? Посмотрели крафт данного предмета. Если мы положим сюда опять заглянув... Вот в эти слоты закаленные слитки, аккумулятор и электросхема, то мы сможем скрафтить бур. Те вещи, рецепты крафта, которые мы здесь выкладываем, они также непосредственно сохраняются впоследствии. Дальше, что я хотел сделать, то, что вы видите здесь вот, это... Квантовая броня. То есть, квантовые поножи, квантовые ботинки и... Бесконечный солнечный шлем. Квантовая броня, во-первых, делается квантовые поножи из такого крафта, то есть, механизм, мультикристалл, гноно-поножи, я бы показывал, как раньше крафтится иридий. Плата, точнее, иридивая, и получается квантовые штаны. Дальше, из иридия что у нас крафтится? Квантовые поножи крафтятся из резиновых ботинок, резиновые ботинки непосредственно крафтятся из чёрной... Чёрной шерсти, что... Это просто шерсть любой, и резины. Ну вот, получается квантовые ботинки. Дальше, из иридия. Получается, я скрафтил шлем, у него рецепт простой, получается улучшенная схема, укреплённое стекло, мультикристаллы, иридиевые платы, улучшенная электросхема, нано-шлем. Получается квантовый шлем. Из него же в последствии делается при помощи бесконечной улучшенной солнечной панели двух электросхем стекловолокна и трансформатора BH и самого непосредственного квантового шлема получается бесконечный солнечный шлем. И получается, в чём его промышленность? В левом нижнем углу можете наблюдать то, что у его джетпака осталось 24% заряда. Вхожу я на солнце, и он постепенно, понемногу, помаленьку начинает заряжаться. Обрабатываю все данные, и вон видите, у меня сейчас 24% превратилось 27%. Это очень хорошо. Что дальше у меня изменилось? Я доделал все эхо, то есть у меня здесь стоят эхо. Сделал тут по 7, тут 8, 7 непосредственно ускорителей. А, вот, кварц, ой, кварц. Да, кварц получается, блоки кварца. Компрессор, в компрессор у меня обградут ускорители 8. Ну, кварцевые блоки, они, в принципе, легко тут делаются, они делаются пережаркой из кварцевого камня, а кварцевый камень, он добывается в жилах кварца. Вот. Что я дальше сделал? Сделал такую небольшую кунатушку для портала, ну, мне показалось, девать некуда ресурсы, и я решил сделать. Следующее, что я сделал, это доменные печи и куксовые печи. Давайте перейдем непосредственно к графту. Доменные печи, они крафтятся, в принципе, где они, где они? А вот они, доменные печи. Доменные кирпичи делаются из сгустков магния, пескодуш и адских кирпичей. Получается, 4 доменных печи. Вначале я очень сильно тупил, и не мог понять, где взять эту слизь, но потом понял, что у меня есть болото. Я даже без исходности начал внизу копать, нашел слаймовый блок и начал, ну, вон, видите метку, ну, я начал копать и понял, то, что это бесполезно, ну, и забросил в затеи и пошел в болото. В болото я непосредственно уже нашел, слизни побегал, ну, и сделал куксовые печи. Вот, дальше, для того, чтобы сделать сейчас доменную печи, нам нужно, давайте заберем, коксовую печь, нам нужно песок и кирпич. Получается, у нас коксовая печь. Да, чтобы сделать доменную печь, нам нужно, сейчас, давайте заберем коксовую гулю. Ой, а вот это я не ждал, слушайте. Так, реально лава, ребят, блин, вот это я не ждал. Ну, вот, у нас лава. Так, чтобы сделать эта мультиконструкция, внизу получается 9 блоков, где, где, где земля. А, да, точно. Я уже туплю. Так, вот сделаем. Получается, то есть, еще ниже получается, и самый первый, ярус 9 блоков, второй 8, с заключением центра, еще 8, а потом еще, стоит вверху 9, то есть, сколько там, как она пишет, получается, 3 на 4 на 4, и внутри нету двух блоков. Эта печь, то есть, стоит, момент, вернемся дальше, стоит коксовая печь, она делается из, ну, она многоблочная конструкция, внизу, первый ярус 9 блоков, второй 8, с заключением центра, и высокий ярус, непосредственно, 9 блоков. Зачем нужна коксовая печь? Во-первых, мы сюда, в эту ячейку, ложим обычный уголь, получается, у нас коксовый уголь, непосредственно. Прижарится это достаточно долго, и поэтому, лучше ставить несколько коксовых печей. Процесс, побочный процесс пережарки угля, является кризонное масло, оно нужно для создания рельс. доменные печи, нужны непосредственно для пережарки обычного железа в сталь. Сталь у меня, да, у нас есть сталь, вот, стальные слитки, получается, вот, расскажу, для чего они нужны, впоследствии. Дальше, я поставил на сборку мод Форестри. Мод Форестри добавляет пчел, да, чтобы сделать, чтобы нам начать развиваться непосредственно в этом моде, нам нужно найти в мире что-то наподобие таких вот пчелиных улев. Дальше их надо склупнуть с помощью сачка. сачок делается при помощи палок и любой шерсти. Видимо, почему она называется черная шерсть, ну, ладно, не суть. Блин, надо задолбать. Вернемся непосредственно к игре. Надо сделать пчелиные домики, когда мы разрушим несколько улей. Когда мы разрушим улья, нам непосредственно выпадет, во-первых, матка, сейчас, матка у меня здесь есть, а непосредственно матка, вот, матка, на примере улья из ледяного биома выпадет матка, по возможности трутень, а также выпадет соты. Из сот, нам нужны соты, во-первых, из сот мы крафтим пчелиные домики, пчелиные домики крафтятся из дубовых досок, медовых сот и дубовых плит. Крафтят пчелиные домики в пчелиные домики. Мы совмещаем трудня, принцессу и трудня. Идет процесс создания ульи, пасеки. Улья и у нас получается королева. Для работы ульев нам нужны непосредственно цветы, это во-первых, а во-вторых, нам нужно благоприятное погодное условие, то есть, чтобы на улице было солнце и было светло. Смешание разных видов трудней приводит к разным побольше эффектам, так скажем. Нужно взять, во-первых, обработанные рамки, крафтятся они из нити и палок. Для этого нам нужно их 9. Извиняюсь, что я делаю это на камеру, но это вы увидите хотя бы, как это делается. Вот, непосредственно забираем отсюда медовые соты. Медовые соты делаются последствием разложения королевы. умирание, как сказать, да, скорее всего, умирание. Вот, в печиный домике мы можем то же самое делать. Это пасека. Пасека, она делается градусом сложнее, она делается из пропитанного корпуса, пропитанный из пропитанного корпуса. Пропитанный корпус делается из дуба и в плотнике используя растительное масло. Используя дубовые блоки и дубовые плиты. Вот. Перейдем все по порядку. Для начала она сделает центрифугу. Делается она из пропитанного корпуса, медных слитков, стекла и все. Пропитанный корпус делается из бронзы. Центрифугу мы ставим вот сюда, допустим. И подводим в ней небольшой заряд энергии и допустим из двигателя. Ага, вот у нас есть рычаг. Активируем двигатель и идет процесс переработки медовых сот. Да. Выключим двигатель, пока мне это не надо. Во-вторых, здесь прокатный стан, это не из этого мода, но все же делается из поручни, верстака и железных слитков. Получается прокатный стан. Прокатный стан нужен для того, чтобы сделать стальные пластины. Они крафтятся из стальных слитков, получается 4 стальные пластины. Вот так, вот таким вот образом. Дальше, следующее, нам нужно плотник. Плотник крафтится из бронзовых слитков, пропитанного корпуса и стекла. Ставится сюда. Плотник нам нужен для того, чтобы как раз сделать пропитанный корпус. Выкладывается тут крафт таким вот образом. Ничего не происходит. Ну, ладно. Потом объясню. И непосредственно нам нужна соковыжималка. Крафт я не показал, естественно. Из оловянных слитков, стекла и пропитанного корпуса. она нужна нам для того, чтобы получить растительное масло или мед. Растительное так, пропитанный корпус. Вот, растительное масло, оно крафтится из... Я использовал семена пшеницы и получал растительное масло. Семен пшеницы я использую где-то стак или полтора. Точное значение сказать не могу. Но уходило я скажу так, очень мало. много, прошу прощения. Вот, что у меня здесь еще есть, в принципе, ничего у меня здесь не осталось. Из конструктива в принципе все. То есть, про пчелы я рассказал, а, нет, да, стоп, да, все, все, что надо было про пчелы я рассказал. Так, что я еще не рассказал. Хлеб, бутерброд с медом, делается из обычного хлеба и капли меда. Простой и, тем более, очень прибыльный. Смотрите, я кладу капли меда и получается бутерброд с медом. Съедим немножко. То есть, у меня уже его очень много. Это хорошо, то есть, из одного хлеба получается четыре с медом. Это хорошо, и, как вы видите, капли меда получается в обычной центрифунге. То есть, это вообще не заморачивается. Делаю, что-то, что соты у нас берутся просто из воздуха. Сделал я тут непосредственно ферму. Ферму пшеницы. Попробовал схему провести редстоуна, так, чтобы, потому что собирать геморрой еще тот. Вышло ни хрена. То есть, цепочная схема, потом, то есть, проблема в том, что надо будет делать не непосредственно автоматичную ферму, то что здесь что-то сделать, и у меня это не вышло. Рюкзак шахтера крапкается из нити, железа, слитка, сундука. Это из камня и из тех же самых ресурсов. Они прекрасны тем, что в них складывается все то, что мы наложили. Например, рюкзак копать, раскладывается булыжник, гравий и земля. А в шахтера складываются все ресурсы, которые я добываю и копаю. Да, вроде весь конструктив был, вроде все, да. Нет, не все, и осталось в принципе последнее, я это сейчас положу в этот судачок, в принципе я взял себе все, что мне нужно, я готов. Готов к чему? Готов к тому, чтобы отправиться в неизвестную, просто в бездну, в бездну, течения и негодывания, потому что я, наверное, из того, что накосячил где-то, пошел вот это вот. Что это, толком я не знаю, ребят, но, ой, крипер. Да, как давно я его с не видел. Надо, сейчас взять немножко, так, надо сейчас взять немножко дерева с собой. там хотя бы минимальную базу обустроить. Насколько я тестировал и у меня скелет туда упал. Ой, так, МФЕ брать с собой не буду. Это взял, все взял. Надо бы сохраниться как-то именно. Была не была. ух, ё-моё, аааа, чё, что это такое? Почему у вас здесь так много, ребят? Ребят, объясните мне, почему у вас так много? Почему у меня яйца здесь есть? Кто это? Так, для начала, эндермены, идите в попу. О, дракончик. Я так и знал, что, в принципе, вендерские ульи. Ага, эндермены уйдят меня. Так, попробуем бить дракона, что ли? Не знаю, если мы здесь попали, мы сюда попали. Значал нас бить вот эту херню всякую. Не уверен, что будет, если я попытаюсь найти настоящий портал в эндер мир, то есть, тот портал, который спавнится так, возьмем. Оп, 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 оп. Так, не надо меня убивать. Эн, ой, блин, ты, кстати, сильный. Так, ага. Так, вы мне очень пригодите. Не трогай меня, не трогай, не убивай меня. Нигодяй. Нераспитанный титер. Это все, все блоки, которые были, не верю. Так, ага. ой, блин, иди нафиг. Меня, как ты собака. Я понял одно, то, что я не готов сражаться на данный момент с драконом. А, так, у меня электросхема есть, улучшенная, да, есть. Надо сейчас провести спасательную операцию. А, ранец, что я сделаю? Ранец. Батбокс, нужен. Для этого, я помню уже рецепты крафта, сколько раз я это крафтил, я уж почти все наизусть запомнил, поэтому особо-то не заворачиваюсь. Вот такой вот рецепт крафта батбокса. Да. Что там дальше нам надо? Камень. Что-то камень взял. Пережаренное железо. Пережаренное железо. Все есть. Это есть. Это есть. Ну что ж, мне надо вытащить оттуда все ресурсы, которые я просрал. Давайте скратим себе хотя бы алмазную броню, не знаю, потому что, может, это мне поможет. Скратим штаны, шлем, и вот таким вот образом. То есть, может, это мне поможет. Не уверен, хотя. Хотя не уверен. Так. Ты зарядился? Хорошо. Здесь, на самом деле, то, что это может быть мое мнение ошибочно, то, что меня в бухине все в другое место. То есть, я не встречусь с тем драконом, все мои ресурсы просто прослутся. Мне жутко этого не хочется. В то место управляюсь, да? Отсюда управлялся, нет? И у меня в другое место. Нет. Я из того все-таки управлялся, да? Я уже помню. А, и я под этим местом осветил все, что есть. То есть, ну, того, что было. Так, снова отправляемся. Непосредственно снова у нас очень сильно прилетает дамаг в мою сторону. Продолжаю очень быстро и бежать. Так, давайте не будем смотреть на инерменов. Так, вижу ресурс. О, мои ресурсы. Так, хорошо. Так, по-быстрому собираемся. Ага. Твои башнишки. Уйди! Уйди! Дрель. Оф, все взял вроде. Все взял. Надо сейчас тактическое струнение. где дракон? Дракон? Где? Где мой меч? Где мой меч, ребят? Я не вникаю. Где мой меч? Где мой меч? Не подобрал, видимо. Блин. Я либо прозрал, либо потерял. Так, бурый взял. Меч где? Вот он, меч. Ботбокс. Хлеб. Что еще? Трутень. Ветро воды. Так. Блин. Эпикат Сколько? Ага. Перегруппируемся. Схлам сюда. Сюда. Нухрен. 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 Борзили тут совсем. Понимаете, летает тут всякий. Кстати, он мне почти не пробивает. Хорошо. Ой. Уди нафиг. Уди. 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 Я от Ригини уйти, от меня отстань и все хорошо будет. Плехо-мухо. Так. Так. У меня есть глупый. Не уверен, насколько он глупый, но он очень глупый план. Где? Куда прыгать? Кавабанга! Нет, я не прыгаю. Блин. Я еще ими. Пошел убить дракона. Просто. Боже. Надо как-нибудь так, спуститься так, чтобы не сдохнуть. Как это сделать? Вот как это сделать? Я не знаю. Не вникает. Надо поспать не начало. Давайте сейчас. Конечно, очень глупая идея была, но у меня сейчас идея туда. То есть я попадаю туда, ставлю быстрый мирный режим, а они убивают все те мобы, которые там не должны быть. Да. И получается то, что все. Да. А, еще. Надо взять вот эту вещь. Нано-сабли. Вот. Нано-сабли. Нано-сабли делается вот так вот. Нано-нано. Вот так вот. Вот так вот. Здесь еще с тобой строительных блоков немного. Скажем, булыжника хватит. Я не знаю, что гигугольник на самом деле делает. Что он здесь не должен лежать. Нано-сабли, зарядом мне не хватит вообще ни на сколько, но будем надеяться, что мне этого хватит. И отправляемся уже непосредственно туда. Я постараюсь выполнить свой план и постараюсь что-нибудь сделать. Фу. В принципе, мирный режим мне не потребовалось ставить, но тем не менее. Уди, дракон, от меня. Уди, уди. Не чистый. Вот сейчас вообще тебе не надо. Вот. Как пи***ть тебе вообще, вообще не надо. Вот. Иди нахрен отсюда. Где я сдох? Здесь сдох, вон там внизу. Вот примерно где-то здесь должны валяться мои вещи. Вот. Где-то вот здесь. Собираю свои вещи и иди от меня нахрен. Не пробивает он у меня. Ага. Сейчас. В алмазку, блин, наделся. Пасси-шей, дамага, серьезно? Я не нахрен. Квантом, квантом, как? На, 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 сабли, вот. Перегруппироваться надо. Быстро-быстро одеваемся так. Ну, блин, она все-таки в чехте не езжа. Так, где ты? А, видишь, я еще не все эти сбил. Очень весело. Фу. Ага, иди сюда. Где, где мой луп? Где моя еда? Вот так, сачок. Еще один ранец. И да. Отвечите. Сачок мне временный пока что не нужен. Я, конечно, все понимаю. Но где лук? Лук нужен. Там. Резкая необходимость лука. Там резкая. Где, 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 где? И лук-то, аааа! Ребят, о, где? Где лук? Я без лука вообще никуда. Я, я, я. Ну, блин. Еще и лук. Вообще весело. Придется рукопашку убивать. Ну, что с поделаешь. Так. Даже ничего нету, чтобы скрафтить хотя бы какое-нибудь трибольное оружие. Слушайте. Хардкор, что я скажу? Мне... Блядь. Единутый. Я слышу пауков. Вот он, паук. Так, надо, чтобы... Давай. Вот, 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 вот. Не надо мне такого, вот, не надо мне такого счастья. Спасибо, я полетел. Все. Я обиделся вообще. Все. Ой, бляху. В итоге я не выбил ничего. Очень даже весело. Ну, давай, что ли, пауки, не знаю. Так, тут нет пауков. Ой, блядь. Еще и пещерный пауки. Заряда у меня уранца вообще нет. Это очень плохо. Так, надо сейчас, знаете, чтобы обыскать. Вот, блин. Так, надо, я сориентировался. Так, это во-первых. Во-вторых, вот так вот. Вот, пожалуйста, скажи... О. Вулк! Я нашел вулк! Блин, все, мы живем. Иди отсюда! Ага, я тебя поведел, все. Сюда я тебя поведел. Надо сейчас сбить эту херню. Надо здесь выше. Спасибо, что мне что-то... Спасибо же вообще. Скорее... Скорее, да. За то, что научил меня убивать драконов. Спасибо вообще игре. Токелая просрал, правда. Ну ладно. Да. Наверное, будет ускоренная переметка, потому что у него жизни много, и постоянно он крысит. Хотя, с одной стороны, это даже хорошо, то, что он крысит, потому что у меня есть шанс отрогениться немножко. Вот так вот, да. У меня есть еще один ранец, и вроде я с собой еще не брал. Блин. В итоге я понял, что тут нет... Я... У меня не будет хпшки в день. Лети отсюда! Лети отсюда! Сказал, лети отсюда! Да! Понял меня! Лети! Лети отсюда! Лети, сказал! Блин. Не знаю. Наверное, мне ничего не выйдет, но я попробую все-таки поставить ускоренную перемотку, и если у меня получится, то... Я буду гораздо рад, потому что сейчас очень рутинно происходит, и в принципе мне говорить о чем... Особо нечем. Почему я не ставлю ускоренную перемотку? Непосредственно то, что... Главная причина это... То, что когда я заливаю видео в рэн... Ну, то есть, да, в пример, ПРО КС-6, которым я редактирую видео... Когда я непосредственно заливаю видео... Ну, загружаю, то есть... И получается то, что у меня звуковая дорожка отделяется от... Видеодорожки, и получается то, что они вообще не синхронизированы. И... Одна начинается в каком-то месте, и другая начинается в каком-то месте. Но эти места не совпадают, я не знаю, с чем это связано. Вот. В чем дальше... Дальнейшая причина? То, что... Нельзя найти то место, где идет именно рассинхрон. То есть, рассинхрон идет где-то в центре. Где-то в середине. Дальше в середину идет уже рассинхрон. То есть, я говорю одно, а на экране происходит совсем другое. Или же в обратку. Давай убей! Умри! Ура! Я убил дракона! Ура! Ну, в принципе, я занял весь эфир, и если я говорил это... И вы меня не слышали, то хорошо. А факелов-то у меня нету! Что я скажу? В принципе, у меня все ездят, чтобы делать факел. 70... 71... Еще один дэш. 76... 77... А тут есть факел. Хорошо. Так, где? Вон, вон яйцо. Сейчас его с собой заберем. Собьем факел. Даже два. Не знаю, я бомж, у меня нет факелов. Пошел к дракону без факелов. Вот. И... Добудем яйцо. О, да. Свести яйцо. Драконы края. Из интерняка что-нибудь делать спутнику. Из интерняка... А, ну это для собачек, я понял. О, это непосредственно. Я пойду сейчас пособираю немножко ульев из этого мира, и вернусь, когда... Кончится, не знаю. Сейчас... Давайте поставлю метку. 15... И пойду собирать. Ребят, я нашел только один улей. Больше я ульев не нашел. Прикол. Вот три... То есть, три... Королевы, три трутни. Это... Много. Только я не знаю, что им требуется в качестве цветов. Вот. Хорош вопрос. И, возможно, им вообще здесь надо расти. Давайте я все-таки отправлюсь в конец, не знаю. И... Ульк. И, титры, все хорошо, хоппи-энд, и... Все хорошо. Что-то я скажу вам, я тика тупану с крафтилом модную броню, хотя у меня она была уже. Я забыл сказать, что я с крафтил варик. А, ну, в принципе, он... Края Граута вообще без мотов. У меня что-то сейчас вообще пряд дико, не знаю. Что-то у меня вообще дико прядо. Нет. Даже без повода какого. А вот так вот. Ну, все еще... Давайте сейчас яйцо дракона, которого безжалостно... У которого мы его безжалостно вырвали просто... Поставим сюда, вот, скажем, труднее. Я не уверен, кстати, то, что значит, что-либо получится. У нас хоть есть таинственные... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что меня даважил-то? Так, стоп. не понял сейчас вот сейчас вообще не был а был прикончен то истинными жалоб а как этого противостоять весело цветов нет необходим мы все равно нет цветов и я не знаю я не знаю что делать так перегруппировка идет опять какой который раз пусть все лежит в своих местах и мне хорошо и всем хорошо все на своих местах ну тиранец есть так хорошо положим это все сюда пока мне это не нужно яйцо дракона который у которого мы это все вырвали возьмем сейчас немножко алмазных и золотых блоков алмазный именно один нужен золотых я не знаю скажу столько хватит нам я думаю мне за глаза хватит возьмем допустим вот такой вот блок чанг мини чанг прибавим еще один надо еще один прибыль в итоге у нас получать небольшая конечно ресурсы позволяет нам все же дело такого пьедестал то что надо поставить табличку что ли я мамору кун убил оторвал безжалостное яйцо дракона яйцо дракона блять извиняюсь непосредственно крафтим табличку и табличка сейчас узнаем какое кстати число сегодня ну ладно так я так понял русская раскладка не работает хорошо хватит это так я я я я я не так я я не так я убил 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 дракона и какое сень что по идее сегодня 6 11 ну и типа вот так вот не знаю так чисто для декора хватишь типа о да это круто а у топ где господи и может быть там уже неужели оставил вот они ты блин спугался хорошо что сейчас заметил вроде все рассказал все что произошло да я еще и купол до срок так чисто для декора принципе на это можно заканчивать сель думаю она у нас получилось то есть надеюсь вы не видите ну хоть и дальше посмотреть трансляцию я тут причем да кстати так если возникнут вопроса как и зачем на ты бы я ее не зачаровывал не она выпала с моба ну а вот такие вот примерно мне ресурс я могу сейчас побыстрее показать какие они мне сейчас данное находится в следующий я не знаю у меня энергии много я дальше разбираюсь во всяких модах продолжая разбираться имеет выходит только надо поспать для начала и я хотел сказать то что серия во первых удалось во вторых я затянул в третьих то что да я оторвал яйцо дракона это хорошо и если вам нравится вообще длинные серии то можете поставить лайк подписаться на канал и всем удачи всем пока с вами был амур и всем торт не забывайте также еще раз говорю не сложно сказать вам не сложно это сделать просто поставьте лайк оцените видео и подпишитесь на канал чтобы не пропустить если вам это интересно и почему бы нет на самом деле всем удачи всем пока тем тортик